Элегантные парни и юные леди в красочных нарядах кружатся в танце, уделяя внимание каждой мелочи – от осанки до улыбки на лице. В таком утонченном формате во Владивостоке проходит первенство города по танцевальному спорту. Здесь встречаются самые выдающиеся пары со всех местных клубов. Соревнуются танцоры в двух программах – в европейской и латиноамериканской. Европейская программа – это стандарт, это танцы, которые как бы так салонные, да, скажем так, которые, может, вы видели, когда партнер держит партнершу, да, в стойке, и они двигаются. В основном это медленные танцы. Ну, единственное, есть квик-степ, он очень такой быстрый, веселый как бы танец, и танго, да, танец страсти. А латиноамериканская программа – это больше, они не стоят уже в такой позиции, как бы классической, да, и каждый двигается, ну, как отдельно, так и вместе. И, ну, это ритмы самбы, ча-ча-ча, румба, джайв, пассатопы. Формат таких соревнований подразумевает выступления нескольких ребят одновременно, дабы понять, насколько непростая задача стоит перед танцорами, можно взглянуть, например, на финал среди старших. В решающей встрече здесь остались две пары, которым предстояло буквально каждую минуту демонстрировать разные жанры. Энергично отдаваясь квик-степу, приходилось быстро переключаться на спокойный, медленный вальс. Ну, мы танцуем с весны этого года, это достаточно небольшой срок для нас, но мы собираемся на турнир в Москву на следующей неделе, и для нас это, конечно, первый такой серьезный турнир, но мы надеемся еще будем достигать высот, побед. Как отмечают организаторы, популярность у спортивно-бальных танцев поубавилась. И неудивительно, ведь в последнее время молодежь захлестнула целая череда современных стилей, вроде хип-хопа, джаз-фанка и даже тверка. Но и при таком натиске жанров дети продолжают записываться именно на эти красочные танцы, ведь именно они считаются официальной спортивной дисциплиной. Основные мальчишки идут именно на бокс, и даже на один момент жизни я думала, мама, зачем ты меня туда привела? Но потом как-то я понял, что танцы от бокса не сильно отличаются, то есть развития даже больше. Танцевальный сезон стартовал с начала учебного года, и закончится он только в июне, поэтому впереди у ребят еще множество крупных соревнований, ближайшими из которых станет первенство Дальнего Востока, которое также пройдет в Приморской столице. Максим Яковлев, Даниил Клева, новости спорта на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...